Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля принести свободу во все сферы нашей жизни. Слава Богу! И сегодня я буду говорить на тему «Не обманывай себя». Для Бога важно видеть, что Его Слово, оно работает. Потому что это от тебя зависит, какая у тебя будет жизнь. А она будет такой, по какой дороге ты пойдешь. Аллилуйя! Кто у нас студенты? Студенты. Не стесняйтесь, это неплохое слово, чего вы прячетесь. Хорошее слово студенты, ученики, правильно? Что касается студентов, учеников, я знаю, что многие, 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 многие говорят, курсовую я напишу потом. Это я сделаю потом. Это я сделаю тоже. Потом я это сделаю. Потом это сделаю. Потом это сделаю. Потом. И потом наступает судный день. Или, я бы сказал, судная ночь. И вот за эту ночь все учебники, все конспекты. О, Господи, помоги! Помоги, сделай чудо! Чудо, Господи! Сделай чудо! Но только один раз. В следующий раз я обязательно буду готовиться. Я буду обязательно, обязательно, обязательно. Но сейчас сделай чудо, Господи, сделай чудо. О, Господь, сделал чудо! Свершилось чудо! Я сдал! Ну что, Господи, и потом может сделать чудо. Я как бы верующий, поэтому верующему все возможно и так далее. Как бы, видите, это такая перевернутая вера, которая не вера, в общем-то, а что, а самообман. И так много-много вещей в нашей жизни, которые мы не делаем, мы их постоянно перекладываем, мы их постоянно откладываем. И, как сказал известный греческий философ Синека, что он сказал? Я сейчас вам прочитаю. Пока мы откладываем жизнь, она проходит. Понимаете? Ну, правильно я сказал, а? Вы согласны? Мы не должны это постоянно откладывать, перекладывать, опять перекладывать. Жизнь, она имеет свойство что? Проходить. Она бежит. И потом что происходит? Происходит сожаление об упущенных возможностях. Эх, где же мои 45? Там кто-то, когда мы 85, да. Эх, где мои 9 лет? Когда ему 15 стало. Или так далее. То есть мы как бы потом вспоминаем, что, о, могло бы быть по-другому, я мог бы сделать по-другому. Знаете, интересно, я читал вот такое исследование, люди разные исследования проходят, и они говорят, знаете, вот что чаще всего люди говорят на смертном одре? Что они говорят? Они все говорят, жалко, что я этого не сделал. Это интересно, что люди не говорят о том, что они сделали. Они жалеют о том, чего они не сделали при жизни. Кто-то время там семьей не проводил, кто-то там еще чего-то не сделал. Ну, самое, наверное, печальное, если ты не встретился с Иисусом. Это самая большая ошибка, потому что некоторые говорят, ну, знаете, ну, как бы я сейчас, как бы я согласен, что да, как бы Бог, я согласен, я не обезьяна, я согласен, я смотрю в зеркало, я не обезьяна и так далее. Да, как бы они согласны, вроде бы, что Бог есть, но они к Богу не идут. Они все откладывают, тоже перекладывают. Это самое жизненно важное решение. И что потом, потом в одно мгновение, ты не знаешь, когда Господь возьмет твою душу и что произойдет с тобой. Вот поэтому я говорю о том, что нам не нужно терять времени зря. Нам нужно быть людьми, которые исполняют свои же решения, исполняют свои обещания. И не надо обманывать кого? Самих себя. Кто-то сказал такое выражение, носите маску достаточно долго, носите маску достаточно долго, и она станет вашим лицом. Если ты будешь постоянно себя обманывать, обманывать, ты не заметишь, как ты свыкнешься с этим обманом, и ты поверишь в этот обман. И это что? Это опасно. Вот поэтому Бог нам говорит, что Он любит честность, Он любит правду. Или не так? Мы с этого места Писания начали. Да? Поэтому не надо обманывать самих себя. Иногда сталкиваясь с какими-то реальными жизнями, и мы говорим, ой, я не хочу в это верить. Смотрит в зеркало, и хотя избыточный вес, да я вроде много-то и не ем. Где я много ем-то? Тут чуть-чуть, там чуть-чуть, здесь чуть-чуть. Я что-то много ем? Если бы я много бы ел, то конечно бы, а я-то ем-то. Сколько я ем? Совсем ничего не ем. И даже глядя на весы, человек говорит, да я много-то не ем. Как сказал известный наш сатирий, почему-то люди, когда становятся на весы, они всегда втягивают живот. Как будто бы, говорит, вес уменьшится. Что это такое, друзья? Даже на весах мы самообманом занимаемся. А вес-то тот же. Поэтому втягивай, не втягивай, весы показывают ровно столько, сколько ты весишь. Ох, это реальность, ты говоришь. Ох, это реальность. Ох, это реальность. Как мне не нравится реальность. Но реальность, она для того и есть реальность, потому что это правда. Аминь. И если ты не согласен с этой реальностью, меняй ее, да? Меняй реальность, она станет другой. Меняйся сам, и все изменится то же самое. Поэтому как ты будешь делать, как ты будешь жить, это зависит, какие решения ты принимаешь. Это зависит, о чем ты думаешь. Знаете, интересно, что наш мозг, он так устроен, что когда мы постоянно себя обманываем, обманываем, вот самообманываем, как бы говорим, да ничего, я еще, я еще, я еще ничего, мне еще пока не надо там как бы то делать, это делать, еще как бы хожу почти, передвигаюсь почти, вот наш мозг, он начинает верить в эту альтернативную реальность, то есть в обманчивую реальность, которую мы для себя придумываем. И многие люди, они живут в этом придуманном мире, да, в этот мир иллюзий, так сказать, они погружаются в эти иллюзии, и они там какие-то пустые мечты, которые не от Бога, они в этих грезах, там в сериалах, кто-то в компьютерных играх, кто-то еще где-то находит убежище, да, чтобы убежать от всех, и говорят, о, мне только вот здесь хорошо, мне только вот там хорошо, мне, а почему, потому что не хочется меняться, не хочется решать проблемы, не хочется, просто вот, вот потом я это сделал, сейчас вот поиграюсь, тут посижу, я маленький мальчик, 48 лет, сейчас там или еще там, я там вот еще там маленькая девочка, присмотрюсь и сериала, потом я уже подумаю, как мне жить дальше, да, и вот это вот человека делает каким? Каким его это делает? Слабым, слабым, потому что если ты не сражаешься, ты слабеешь, и если ты не решаешь проблемы, проблемы сами не решаются, кто-то говорит, да, ну, само собой рассосется, рассосется, да, ты видел, как у тебя рассосалось все? Или там еще какие-то вещи, само собой, это дьявол тебе так говорит, все, само собой, не надо каяться, не надо верить, не надо служить, не надо, само собой на небо пойдешь. Ой, извините, ты не пойдешь само собой на небо. Да, там узкий путь, как бы говорится, что да, плоть-то она не пройдет, поэтому написано, живите по духу, а не по плоти, правильно? Слава Богу, что вам имя сейчас хорошо сказали. Поэтому, ну, как противостоять самообману? Прежде всего, да, это быть честным, как к самому себе. Это проверять себя, спрашивать, а почему я вот это не делаю? А почему мне вот это не получается? Почему здесь постоянная проблема у меня? Почему? Просто, если ты будешь, ну, потому что, знаете, у меня там времени, потому что то, потому что я тебе виноват, потому что то, мы тогда, знаете, не останемся. Мы останемся на том месте, где мы были, ничего не изменится. Не изменится. Как много людей, знаете, вот после пандемии, я их не вижу. Я их не вижу в церкви, я вообще их не вижу, где они там. Говорят, ну, мы там вас где-то смотрим, где-то там вот слышим, где-то еще где-то отзвуки, эхо проходят. Но если себя честно спросить, что ты себе придумал, да? Что ты придумал для себя, чтобы не быть в Доме Божьем? Что ты придумал для себя, чтобы не молиться? Что ты придумал для себя, чтобы не читать Слово? Что ты придумал для себя, чтобы не служить Богу? Потому что, если ты спросишь, у каждого есть ответ. И это будет ответ нечестный. Я убеждаю, что я со многими людьми разговариваю. Никто не сказал, знаете, я не хожу в церковь, потому что я не верю в Бога уже. Там, я не хожу в церковь, потому что там то-то и то-то. Нет, конечно, я верю в Бога. Вы что? Я верю в Бога. Как я не верю? Я все верю. Почему ты там не читаешь Слово? Как я не читаю Слово? Ну, все-таки иногда я читаю, что там Библию, где написано, путь протираю. Как я не читаю? И там еще какие-то... То есть, вот именно человек, который не дает честный ответ, он нечестен перед собой. Он нечестен. И надо признаться себе, найти смелость и признаться, почему я нечестен перед собой. Почему проблемы у меня годами не меняются? Потому что ты не меняешься. Потому что ты нечестен к самому себе. И что тогда? Тогда все будет то же самое. К лучшему ничего не произойдет, ничего не изменится. Поэтому в основном мы все знаем правду. Но мы не хотим смотреть правде в глаза. Смотри в глаза. Смотри в глаза, да? Говорят, а правда глаза колет. Правда глаза колет. Она не колет глаза. Она дьяволу колет глаза. Правда? Она лжи колет глаза. Но если ты возлюбил правду, как Иисус, у тебя будет радость. У тебя будет помазание. Бог даст тебе силы преодолеть все эти проблемы. Если что, ты признаешься в этих проблемах. Если ты скажешь честно, да, Господь, я честно вру, почему я не молюсь там. Я честно вру тебе, почему я не служу. И так далее, и так далее. Вот вопрос честности, друзья, он очень актуален. Всегда актуален. И будет актуален, пока мы на этой земле, потому что дьявол – отец лжи. И понимаете, если мы во лжи, мы не можем рассчитывать на Божье благоволение, на Божье благословение. Как бы ты не верил, я верю, да, как-то, говорит, про одних верующих, типа, в кавычках, что они попали в ад. И говорит, я верю, что я не в аду. Ну, такой самообман может быть, потому что человек отрицает реальность. Бог не отрицает реальность. Он говорит, что да, это реально, это твоя реальность. Но если ты не признаешься себе в этой реальности, ты не покаешься. То есть ты не изменишься. Но если ты будешь бояться, Бог говорит, то у тебя не произойдет победы, у тебя не произойдет благословение. Ты не состоишься. Ты не войдешь в свое призвание, ты не исполнишь волю Божью. Вот почему дьявол так хочет нас останавливать, пугать, и чтобы мы занимались самообманом. Знаете выражение «розовые очки», розовые очки, да, розовые очки такие, вот сидим в розовых очках, думаем, да, что мне еще все нормально, мне не надо учиться, я уже кот ученый, я уже все знаю практически. Но Бог говорит, сними эти очки, да, я тебе мазь дам, не только очки, протри свои глаза, и тогда ты поймешь, где ты есть, да, потому что один взгляд, как там в Откровении написано, он говорит, я богат, мне ничего не нужно, это был взгляд человека, а Бог говорит, а я вижу, ты нищий, я вижу, что у тебя ничего нет, ты наг, как ты богат, ты наг. Поэтому, где Божья правда, где наша правда, мы должны знать, и когда есть Божья правда, тогда в нашу жизнь приходит, что свобода, истина делает нас свободными. Поэтому в Царстве Божьем нужны смелые люди, я вам скажу, потому что идти против течения, это непросто, не идти по широкой дороге, это непросто, но ты знаешь, что это Господь, и Он ведет тебя к вечной жизни, Слава Богу, Он ведет тебя от веры к вере, от славы в славу, и это замечательно. И я перехожу к одному известному герою в Библии, его звали Иона, Иона, помните такого человека? Иона, он, кстати, был пророк, да, он был такой вообще серьезный мужчина, но Бог сказал этому серьезному мужчине, и говорит, было слово Господне к Ионе, «Встань, иди в Неневе, и город великий, проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И что мы читаем дальше? «И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня». Вот такой и был человек. Ему Господь одно говорит, а он другое. Кстати, если посмотреть по карте, то Бог ему говорил, иди на восток, а он куда побежал? Дам приказ ему на запад. Он бежит в другую сторону. А почему он не согласился с Богом? Потому что у него были свои понимания. Когда мы читаем, что говорят исследователи Библии, то и то, он был не согласен, чтобы Бог спасал Неневию. Ему не нравились эти неневитяне. Они были такие, сякие, такие, что я еще им должен что-то говорить, что я еще должен туда ехать, зачем я поеду, я не поеду. И, короче, у него было свое понимание жизни, свое понимание ситуации, свое понимание политики, всего-всего, межгосударственных отношений. Были свои понимания. Но Бог говорит, ты, я тебя посылаю туда. И что? Он делает все с точностью наоборот. Он покупает билет, он садится на корабль, и он убегает от Божьего решения. Он, это что у него было? Прокрастинация. Он убегает от самого себя. Это бегство от Бога, бегство от воли Божьей, по сути дела, это бегство от самих себя. Поэтому, ну и сегодня есть такие люди. Как вы думаете, есть такие люди сегодня? Есть такие люди здесь? Здесь есть. Итак, когда мы убегаем от Бога, мы как бы не соглашаемся с Богом и не соглашаемся, что Его воля благая, угодная и совершенная. Она совсем не благая, она совсем не совершенная, она совсем не не угодная, потому что мне она не нравится. Но что происходит дальше? Вы знаете, что было дальше? Что было дальше? Кто помнит историю? Но Господь, я вам подсказываю, но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Знаете, вот когда мы убегаем от самих себя, мы убегаем от Бога, вообще по-настоящему, правда? Что происходит в нашей жизни? В нашей жизни что-то происходит нехорошее. Что сделал Господь, написано? Он воздвиг бурю. Буря от Господа, друзья, это не буря от дьявола. Давайте, есть похожая история, когда Иисус с учениками плыл на лодке, и что? И сделалась, написано, великая буря. Буря, помните? Тоже была великая буря. Но есть разные великие бури в нашей жизни. Потому что, если это великая буря от дьявола, у нас есть власть противостоять этой буре и запретить этой буре. Но если это буря от Бога, ты уже ничего не сделаешь. Как ты можешь запретить Богу? О, Господи, Господи, как ты мог? Такую бурю сделал. И давайте дальше будем читать. А он... Так, 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 а он... А он, да. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море класть корабля, чтобы облегчить ее. И он уже спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. Очень похоже на историю с Иисусом. Он тоже крепко спал во время бури, помните? Но Иисус спал, потому что он был уверен в воле Божьей. Он был уверен, что с ним ничего не случится. Потому что он исполняет волю Божью. Что здесь происходит? Можно тоже заснуть. Но для чего он заснул? И что такое был сон Ионы? Сон Ионы – это была его иллюзия. Сон Ионы – это был его мир грез, понимание жизни всех обстоятельств, как надо жить, что надо делать, что вообще правильно, что не правильно. Это было его понимание. И он как бы оставался в этом понимании, несмотря на бурю. Несмотря на бурю. Это отличается же от сна Иисуса или нет? Знаете, это означает то, что когда мы не хотим сражаться с проблемами, когда мы не хотим противостоять этим ситуациям, мы просто что? Мы спим. Мы просто спим. И когда мы читаем дальше, про Иону написано, «И пришел к нему начальник корабля и сказал ему, что ты спишь! Встань, возови к Богу твоему! Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем!» Слава Богу, что Бог дает нам слово. Аминь. Вот это слово, оно в последнее время звучит так часто. Встань, что ты спишь. Ноги погрузились в эту спячку, в эту литрагию. Они не хотят меняться, они не хотят двигаться, они много чего не хотят, мы уже ничего не хотим, мы не хотим то, мы не хотим это. Но ты знаешь, тогда ты в плену, тогда ты погибнешь. Но Бог говорит нам слово, как этот капитан корабля, потому что наш капитан Иисус, я верю, что если твой капитан Иисус, ты должен сказать, «Да, Господь, аминь!» Он говорит, «Что ты спишь? Встань, возови к Богу!» Слава Богу! И вы знаете, знаете, что там на судне началось, да? Они стали там искать ответы, почему у нас проблема, почему это беда, что произошло. И когда Иона сказал, что он убегает от Бога, и они ему сказали, «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил, и сказали ему, «Что сделать нам с тобой, чтобы море утихло для нас?» Ибо море не переставало волноваться. Это была буря. Знаете, вот эта буря – это гнев Божий. Это гнев Божий. Бог не покрывает наш обман, друзья. Бог не покрывает, когда мы ничего не хотим делать, когда мы сдаемся. Это буря – это Божий гнев. Мы так мало говорим о Божьем гневе, мы только про Божью любовь. Любовь, любовь, любовь. Но знаете, это и есть тоже Божья любовь. Чтобы ты пробудился, чтобы церковь пробудилась. Аминь? Это есть Божья любовь. Это ты себя погрузил в этот сон, в эту иллюзию. Но Бог говорит, посмотри на бурю. Посмотри, это моя буря. Это я сделал эту бурю, чтобы ты пришел в себя, чтобы ты понял, что происходит на самом деле, что тебе нужно измениться, тебе нужно проснуться, тебе нужно воззвать к Богу. И что они говорят? Что они сказали? Он сказал, «Ради меня постигла вас эта великая буря». Он уже встал на путь честности. Как раньше говорили, он встал на путь исправления. Он встал на путь исправления, и он сказал, «Да, это все из-за меня». И что, говорит, нам делать? И он предложил вариант, чтобы меня это, что? Выкинули. Выкинули с корабля. Что-то стало меняться в нем понемножку. Он стал приходить, что? Как блудный сын пришел в себя. Он стал приходить в себя. Он понял, что он проблема. Он проблема для этого корабля. Мы можем быть проблемой для семьи, мы можем быть проблемой для церкви, мы можем быть проблемой для много для чего. Но когда мы обманываемся, говорим, ну, и это не проблема, и то не проблема, и все это не проблема. Но проблема есть. Буря есть. И вы знаете, когда его выбросили, когда его выбросили, да, написано, что «и повелел Господь», опять Господь, да, «большому киту поглотить Иону, и был Ионом во чреве этого кита три дня и три ночи». Три дня и три ночи, да. Ну, это тоже похоже на Иисуса, мы вот все эти параллели сегодня проводим, да. Но это не Иисус, да, который был там и воскрес. Есть какая-то параллель. Почему? Потому что Иисус туда сам пошел, чтобы нас спасти. Иона попал туда, чтобы ему самому спастись. Он попал в это узкое место, не знаю, там, насколько большой был большой желудок у этой рыбы, у этого кита, но я могу точно сказать, что там было абсолютно темно, да. Там было абсолютно ничего не видно. Я могу сказать, что там абсолютно воняло, что какие-то непереваренные продукты питания этого кита, водоросли, или что там еще там, остатки чего-то там, все это тухло, все это пахло, и он находился там. И это было потому, что, говорит, ты избрал широкий путь, но куда ты попал, друг мой, да? Это произошло бы, что ты обманывал себя, ты убегал от меня, и куда ты попал, куда ты вляпался, посмотри, где ты сейчас, и что с тобой происходит. Это же не случайность, ты не решал эти проблемы, ты не брал ответственность, ты не выступил против своих великанов, ты не победил их, и в итоге ты оказался в этом месте, в этом замкнутом пространстве. Кто-то понимает, что такое замкнутое пространство? Такое замкнутое, что его не разомкнуть. То есть ты никуда, ты сюда, там желудок, здесь желудок, там желудок, там темно, тут воняет, все, и что? Что делать? Господи, что делать? Что делать? Что делать? Молиться надо, что делать, правда? Верить надо. И написано, что, и помолился его на Господу, Богу своему, с чрева кита. Ну, наконец-то. Наконец-то. Ну, надо ли нам довести до такого состояния свою жизнь, чтобы мы тоже где-то оказались так, что уже, ну, как говорится, дальше некуда. А куда дальше можно было? Куда дальше? Не знаю, еще куда дальше. И помолился, и сказал, Господу возвал я в скорби моей, и Он услышал меня из чрева преисподней, я возобил. Ага, вот, оказывается, где ты уже? А-а-а. И ты услышал голос мой, ты вверг меня в глубину, в сердце моря потоки окружили меня, все воды твои, волны твои проходили надо мною, как в подводной лодке. И я сказал, отринут я от очей твоих. Ну, еще самосожалением занимается немного. однако я, однако я опять приду в церковь. Не, он говорит, что я опять увижу твой святой храм. Ну, это может быть для тех, кто уже ушел куда-то далеко. И вот интересно, что ему вспомнилось, что ему пришло на голову. Оказывается, что и он в последнее время в церковь не ходил. И он говорит, Господи, я приду, я приду обязательно, приду, Господи. Я обещаю тебе, что я приду. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня морской травой. Вито была голова моя до основания горы. Я не шел, земли свои запорами навек загоротила меня. Но ты, Господи, Може мой, изведешь душу мою из ада. Ага, вот, оказывается, куда он попал-то, да? Хорошо, это был не вечный ад, это был временный ад, да? Это было место исправления для него, что ты изведешь душу мою, когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе. И он говорит, может, помолиться за кого-то так вот, чтобы прямо изнемогла душа. А то они не вспоминают о Господе как-то, да? Все забывают то, все некогда, все не то, все... Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе. Иногда думаешь, господи, до чего вот иногда люди себя доводят своим отношением к Богу, к себе, да? Что они попадают вот в такие вот интересные места. Интересные места. И дальше он говорит, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. И он уже тогда, знаете, немножко там, в этот царство тьмы пробился лучик его света Божьего, да, лучик веры, лучик надежды. И он уже такой, смотрите, уже, как будто он уже вышел, уже такой говорит, чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я глазом хвалы принесу тебе жертву. Аллилуйя! Он уже там поет и кричит, весь в этих соплях, в водорослях. Он уже встал там, там все хлюпает, хрюкает, а он, а я, видать, давно не поклонялся Богу уже, тут, а я глазом хвалы принесу тебе жертву. И вот здесь ключевое слово. Что обещал, исполню. Ба-бам! 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 СМС дошло до небес. О, наконец-то, сын мой прозрел! Наконец-то дошло до него! Исполнит, что обещал! Как много мы обещали Богу, а, на самом деле? И то мы обещали, и вот это мы обещали, и вот это мы обещали. Ой, не доводите до греха Господа! Шучу, шучу. И что дальше? Что обещал, исполню у Господа спасения. Та-да-да-да! У Господа спасения! Ну, наконец-то! И ангелы там все запели. Слава тебе, Господи! Вразумился сын твой Иона. Наконец-то! Прозрел он там, в этом чреве, стал видеть то, что не видел никогда при жизни своей, да? Вот, где, оказывается, посещают откровения. И вот, где, оказывается, истина торжествует. И сказал Господь киту, и он изверг, и он на сушу. Аллилуйя! Аллилуйя, друзья! Быстрее признавайтесь перед Богом! Быстрее говорите Ему! Быстрее делайте то, что сделал Иона! Победите свои страхи, победите свои проблемы, и придет долгожданная свобода! Свобода! Истина тебя сделает свободными! Иона! И он вылетел оттуда, да? И вот он такой красивый. Он даже не замечает, что на нем, и как он выглядит. Он идет, и что? И слышит. И было слово Господне к Ионе вторично. Я вот обратил внимание, что написано вторично. Бог часто нам не говорит одно и то же по сто раз. Это как родители. Ты заправил постель? Ты заправил, ты убрал, ты убрал, ты помыл, ты помыл, ты заправил, ты убрал, ты убрал, ты забрал. Бог так не делает, друзья! Это второй раз Бог говорит, и то говорит, и я второй раз тебе уже говорю, Иона, смотри. Господи, я уже все понял, уже все понял, я еду в библейскую школу, там я сказал. Там кто-то еще какое-то решение принял в своей жизни, жизненно важное, да? Я уже понял. И было вторично. Иди в Ниневе, город великий, проповедуй в ней, что я повелел тебе. Я повелел тебе, говорит Господь. Бог дал нам свои повеления, как нам жить, что нам делать. Аминь. И написано, и встал Иона, и пошел в Ниневе. И там произошло пробуждение, на самом деле, да, я не буду сейчас читать, у нас уже время закончилось. Там произошло пробуждение, там покаялись люди, там покаялся царь. Помните, царь смотрел по Первому каналу, показывает Иона, он такой вылез, вы откуда, человек, вы откуда? Я Иона там. И он рассказал свои свидетельства, он рассказал, как все это было. И царь увидел, там упал своего трона. И говорит, Господи, помилуй меня тоже, да? И это слово дошло до царя, и он встал с престола и снял с себя царские, не буду, облачения. Оделся во вретище и сел на пепли. Вот, представляете? Вот наше Господь говорит, вот послушание каждого из нас, оно влияет не только на нас, друзьям. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!